Приветствую всех любителей шахмат! Мы продолжаем изучать творчество 14-го чемпиона мира Владимира Крамника и сегодня рассмотрим его партию, сыгранную черными фигурами против предрога Николича в Монте-Карло в 2000 году. Николич открывает игру ходом d4, Крамник развивает коня, на доске получается позиция, характерная для новоиндейской защиты. Но здесь Владимир Борисович устанавливает пешку в центр доски и с некоторой перестановкой получается полуславянская защита. Черный максимально укрепляет центр, белый вбрасывает ферзя на фланг, прицеливаясь к пешке b7. Но теперь у Крамника появляется возможность решить проблему с самой плохой фигурой черных, а именно белопольным слоном, который упирается в собственные пешки. А именно черный забирает на поле c4 с темпом нападая на ферзя, а дальше создают расширенная фианкета. Ферзь вынужден отступать, Крамник развивает коня по направлению в центр. Белый этот центр захватывает пехотой, черный атакует коня для того, чтобы в последующем нападать на пешку e4, устраняя защитника этой пешки. Так, после отступления Крамник предварительно играет ферзь, опять создается угроза выигрыша фигуры, белый защищается, черный открывает диагональ белопольному слону и хотят нападать на пешку e4. Здесь попытка вскрыть игру не приносит белым успеха, поскольку после массовых взятий на поле c5 с последующим шагом на b5, черный меняет ферзей, перекрывается слоном и несмотря на то, что они лишаются права на рокировку, но налаживает взаимодействие ладей в то время, как у белых отставание в развитии. Им нужно еще сделать рокировку, либо пойти король e2, а также вывести своего чернопольного слона, чтобы соединить лазьи. Поэтому в партии предрак решил толкнуть пешку до поля e5, нападая на коня, после отхода коня сыграет слон e2 с возможной рокировкой в короткую сторону. Но Владимир Крамник забирает пешку на поле d4. И чем теперь брать? При взятии конем необходимо считаться с потерей пешки e5. И как это ни странно, именно сюда белые и должны были идти. Так после взятия пешки конем, несмотря на небольшой материальный урон, белые получают отличную компенсацию за это. Они могут пойти в ферзь g3, нападая на коня и пешку g7. При отступлении набросить флангового пехотинца. И что дальше делать с черным королем? Он застревает в центре доски, а рокировать в короткую сторону будет опасно, поскольку у белых здесь инициатива. Но в партии предрак, видимо, побоялся потерять пешку, поэтому взял на поле d4 ферзиум. Таким образом, сильнейший воин белых покидает диагональ f1 и a6. И данную тропу сразу захватывают разбойники. Теперь уже у белого короля проблемы с рокировкой. В случае рокировки теряется слон. Если же белый меняется на поле a6, тогда черный забирает ферзен. И также отрезает королю дорожку в убежище. Так что предрак просто заканчивает развитие легких фигур. Крамник подготавливает рокировку. Белый пытается использовать диагональную связку. Но Владимир пробивает на поле e2 и лишает белого короля права на рокировку. Дальше он объявляет шаг на перекрытие. Отступает ферзем на поле b8, не давая белым никакой передышки. Под боем пешка на поле e5. Николиц защищает пешку косвенным путем. После массовых разменов на поле e5 теряется ладя на a8. Но Крамник тяпнул на a3 и был таков, получая материальное преимущество. Белый захватывает открытую линию. Черный играет a5. В надежде в последующем по тислам b4 и в случае размена получить защищенную проходную. Весь израненный белый король кое-когда полз до своего убежища. Но за это время армия черных приобрела численное преимущество в силах. Крамник защищает коня на поле d7 для того, чтобы рокировать в короткую сторону. Белый пытается мутить воду на ферзевом фланге. После рокировки Николич играет конь b5. Но черный предлагает размен ферзей. Якобы жертвуя фигуру. Правда в случае взятия коня черные могут использовать диагональную связку. Ход конь c3 не помогает, поскольку черный пробивает на поле c3. А в случае размена ферзей, после данного размена, черный отыгрывает фигуру и получает материальное преимущество. Кроме того, пешка на поле b3 в стане белых является крайне слабой. С учетом этого варианта Николич отказывается от взятия на поле d7 в партии в пользу размена ферзей. И в этой ситуации единственный шанс как-то побороться заключался в прыжке коня на поле c7 с двойным ударом. После обмена конями белый нападает на коня d7, а также издали прицеливается к слону e7, не позволяя забрать центральную пешку. А на оборонительное ладья d8 они могут напасть на пешку a3. И кое-как здесь белые еще держатся. Но вместо правильного хода конь c7 в этом положении, Николич пошел f4, защищая центральную пешку. И данный ход является решающей ошибкой. Поскольку теперь Владимир Борисович предлагает размен чернопольных слонов, белые защищают слона ладью, черный нападает на коня. После взятия на a3 крамник меняет легкие фигуры и пробивает на b3. У белых, что называется, нет пешки, зато позиция хуже. Атакованная пешка на поле f4. У черных отличная централизация, в отличие от белых коней, которые застряли на краю доски. В общем, говорить не о чем. Положение черных абсолютно выграно. Еще последовал ход g3. Владимир переводит ладью на открытую линию. И белый допускает грубый зевок. Уже в безнадежном положении. Они пошли к конь c2 и пропустили комбинационный удар ладья c2. После чего сразу сдались. Поскольку на взятие на поле c2 последует коневая вилка с выигрышем фигуры. Итак, в 29 ходов Владимир Крамник одержал победу над предрогом Николичем. Напишите в комментариях, на какое место в своем личном рейтинге чемпионов вы бы поставили Владимира Крамника. Также не забудьте поддержать видео лайком, репостом, ударом в колокол. Потому что шахматы это круто.